Привет всем! Ты взглянул ко мне на канал. Снова в эфире рубрика про продуктовые покупки. Так что, если вам она интересна, то присоединяйтесь и, конечно же, попутно постараюсь рассказать, что я планирую готовить на грядущую неделю. Да, сегодня мы посетили Ашан и Чижик. В прошлый раз был тандем ОК и Чижик, в этот раз Ашан и Чижик. И начну я с заморозки. Как я говорила в прошлый раз, одна из наших стандартных покупок в Чижике это их блинчики. Гранд меню. В этот раз я взяла и те, и другие с мясом и с творогом. С творогом у них стоят 89 рублей, с мясом 99. Наггетсы морозка. Куриные с ветчиной и сыром. 300 грамм. 89 рублей по акции. Приобретали их в Ашане. В Чижике мы довольно часто берем чебуреки. Это вообще такой у них коронный продукт, по-моему, потому что люди их берут часто и разбирают в больших количествах. И порой ты приходишь и их в наличии нет. Собственно, так и вышло в этот раз. И, в общем, мы решили, раз уж мы попробовали чебуреки в Чижике и нам понравилось, давай возьмем, попробуем чебуреки и в Ашане. Собственно, что мы и сделали. Они, конечно, меньше по весу, но они и стоят 15 рублей каждый. И снова покупка в Ашане. Вот такую новинку мы обнаружили от Лошкарев. Пельмени, я думаю, всем знакомы. Трельмени, если честно, я увидела впервые. Сливочные. Я так понимаю, что это обычные пельмени, только в виде треугольничков. Здесь, конечно, немного. Всего 400 грамм. Стоили они по акции 99 рублей. Взяли мы, конечно, в первую очередь из любопытства. Следующее, что меня заинтересовало в Ашане, это вот такие мини-котлетки, куриные, с моцареллой от Мираторг. Здесь их 6 штучек. И по акции они шли 139 рублей. Следующий продукт, который нужно, как можно скорее, поместить в морозильную камеру, это фасоль стручковая, резаная. Производство Ашан. 400 грамм. Стоила она мне 109 рублей. Приобрела я ее для блюда, которое называется овощная запеканка с сардельками. Которая у меня взята из книги немецкой кухни. Фарш ближней горки, деревенский. 400 грамм. Приобретала я его в Чижике. Насколько помню, 149 рублей он стоил. И понадобится он мне для супа. Суп у меня будет томатный с фрикадельками. Еще одна покупка из Чижика. Это куриное филе Вернер. 848 грамм. Обошлись они мне, насколько помню, где-то 270 или 260 рублей. Взяла его для салата. Да, у меня будет салат. В том числе в него будет входить куриное филе. Печень говяжья Мираторг. 1 килограмм 100 грамм. Вышли мне в Ашане в 400 рублей. Да, в 400 рублей. И я ее буду готовить по рецепту печень по-берлински. Да, у меня прошлая неделя была итальянская. Ну, а нынешняя является немецкой. Собственно, опять же, рецепт взят из книги немецкой кухни. Рецепт довольно прост. Сама печень ломтиками обжаривается в сухарях. И к ней подается пережарка из кисло-сладких яблок и лука. Ну, а в качестве гарнира желательно картошка или рис. От мясного перехожу к рыбному. И перед вами морской коктейль. Мы его брали в Ашане на вес. Цена за килограмм 399 рублей. Ну, а здесь у меня где-то 600 грамм. Потянуло на 247 рублей. Морской коктейль я взяла для пиццы. Пицца у меня будет называться маринара. И там как раз в качестве основного ингредиента идет именно он. Морской коктейль. Семга слабосоленая. Каждый день. Это производство Ашан. 150 грамм. Обошлась она мне в 329 рублей. И понадобится она мне для блюда. Значит, это будут у меня эклеры с творожным кремом. Ну, и туда же понадобится еще семга. Я, правда, не помню технологию, будет ли семга измельчаться с творожным сыром до однородной консистенции. Или она туда кусочками пойдет. Ну, вот точно помню, что нужна именно туда. Снова производство Ашана. Это у нас филе с сельди с ароматом дыма. 250 грамм. Там все подобные филейки. А там был довольно хороший ассортимент. Шли по акции. 99 рублей. Ну, и вот муж решил себя побаловать. Две упаковки сарделек с говядиной. Фирма Филеево. Первый раз я такое беру. В общем, здесь в составе идет говядина с курицей. Ну, так. Посмотрела более-менее. Цена за килограмм была примерно 300 рублей. Значит, у меня две упаковки. Одна на 600 грамм потянула, другая на 550, что ли. Ну, мне был необходим килограмм. Поэтому вот и брала две упаковки. Понадобятся мне эти сардельки для запеканки, о которой я говорила чуть выше. В Ашане у нас открылся новый магазин. Не в Ашане, Сити Парк Град у нас идет. Прямо напротив Ашана магазин называется Мясник. Я туда заглянула и заинтересовала меня вот такая колбаска. Обещали там максимум мяса, минимум усилителей вкуса. Собственно, я решила, почему бы не попробовать. Цена за килограмм 540 рублей. Вот эта палочка потянула мне на 220. Цалями престиж, если я не сказала. Колбаска фирменная. Папа может 500 грамм из чижика за 99 рублей. Также в чижике взяла бекон сырокопченый Вернер 200 грамм за 129 рублей. Взяла как такое приятное дополнение, пережаривать к той же яичнице. Также с рисом делала. В общем, хороший бекон. Мы уже не один раз его брали, поэтому периодически приобретаю. Кисломолочная продукция. Две упаковки масла Светаева 72,5 по 180 грамм стоили 89 рублей в чижике. Сметана Светаева 20% 300 грамм. 69 рублей она мне понадобится для запеканки. Это вот, чтобы шапочку делать. Два творожных сыра Светаева. Один сливочный, другой итальянский травы по 150 грамм. Берем впервые. Но уже много из продукции их опробовано. И я надеюсь, что сыр меня тоже не подведет. А понадобится он мне как раз для того, чтобы сделать те самые эклеры с семгой в качестве начинки. Три упаковки сыра моцарелла Претто. Показывала вам его в прошлый раз. 125 грамм каждый шарик. Взяли мы в этот раз в чижике за 99 рублей. И понадобится она мне, опять же, для пиццы. Так что морская. Так и снова производство Светаева из чижика. Но у меня здесь в плане молочки просто парад. Значит, это сыр Тильзитер. Стоил он, насколько я помню, 560 рублей за килограмм. В общем, этот кусочек. 362 грамма потяну на 200 рублей. И планирую я его использовать. Частично он пойдет на салат, насколько я помню. А частично на шапочку для запеканки. Следующий сыр это пармезан. Производство Рекрем. Это у нас Аргентина. Брала я его в чижике. За 200 грамм отдала 189 рублей. Он мне также понадобится для морской пиццы. Потому что там идет микс из двух сыров. Моцарелла и пармезан. Ну, еще один сырок уже взяла побаловать себя. Это у нас производство Виалайф. Сыр с натуральным грецким орехом. Я обожаю сыр с разными добавками. Там и с пожитником, и с паприкой. Ну, и с грецким орехом. Также, правда, я до этого пробовала, по-моему, только ларец. С грецким орехом. Ну, попробую теперь этот. Приобретала я его в Ашане по акции за 110 рублей. Вот эта упаковочка 150 грамм. Творог Светаева 9% 200 грамм. Каждая упаковочка стоила 69 рублей. И понадобится он мне уже для десерта. Десерт, ну, называется он просто как-то сливочный десерт. Примерно сейчас постараюсь его описать. Внизу идет печенье. Печенье, что-то типа чизкейка. Печенье со сливочным маслом, раскрошенное. А сверху заливается творожным кремом с желатином. Ну, и, собственно, для этого мне понадобится вот этот творог. Также там идет добавление из взбитых сливок и сливочного ликера. Ну, и как раз сливки для этого десерта я приобретала в Ашане. Их производство 33% сегодня шли по акции. 209 рублей за 500 грамм. Сливки как раз часть мне понадобится для десерта, который я вам описала выше. А другая часть, где-то там 50 на 50, пойдет на рулет безе с малиной. Ну, собственно, сам пласт там будет состоять из безе. Да, и прослаивается от взбитыми сливками и малины. Сыр плавленый, карамельный, десертный карат. 230 грамм. Взяла в Ашане. Берем не первый раз. Мне он очень понравился. Поэтому решила, что детям для завтраков прям отлично. Тем более, когда он идет по акции 99 рублей. Что еще из кисломолочки? Кефир. Снова святая. 2,5% жирности. 1000 грамм. Обошлись мне в 69 рублей. Я говорила в прошлом видео на данную тематику, что настаиваю размолотое льняное семя. Обычно в активе. Но что-то мне поднадоело. И вот я ради разнообразия решила это сделать с помощью кефира. Посмотрим, понравится мне или нет. Да, кстати, обратила внимание, я какую-то продукцию святая встречала производство наше, воронежское, Эко-Нива. Вот в данном случае кефир. Это уже производство Калуга. Молоко цельное. Святая 3,3-6,0% жирности. Это, кстати, уже производство Чувашия. По-моему, когда-то мы брали чувашское молоко. Кстати, оно было весьма неплохое. Так вот, обошлось он мне в 64 рубля. И взяла я его детям для сухих завтраков. И любопытство ради решила взять вот такую ряженку. Это у нас производство Избушечка, город Липецк. 1000 грамм. Стоили 99 рублей. А взяла я эту ряженку в магазине, где брала колбаску. Которая называется Мясник. Давайте пройдемся по напиткам. Мужчины в Ашане приобрели себе вот такой фреш-бар Magic Skills. Интересного цвета марганцовки. И я таки откровенно воздержусь, наверное, это пить. Вот по цене вам ничего не скажу. Потому что в Ашане нам чек не выдали. А так как покупку совершала не я, то, соответственно, цену не вспомню. Себе же я приобрела две бутылочки Мтаби. Она же на Гудское 26. Я ее вам неоднократно показывала в продуктовых закупках. Она мне нравится и по вкусовым качествам, и чувство голода утоляет, и на метаболизм может влиять. В общем, хорошая водичка. Я ее часто приобретаю. Да, стоила она 57 рублей. Пять бутылочек вот такой воды Алдая, негазированной. 0,5 литров. Мы взяли в Чижике. По 14 рублей. Это детям. Кому в колледж, кому в школу. На неделю. Я думаю, хватит. Ну и сливочный ликер Love Story 500 мл. В Ашане мы взяли за 439 рублей. Он мне понадобится как раз для того самого сливочного десерта, чтобы добавлять его в творожный крем. Перехожу к консервам. Две баночки маринованных томатов. Одни из них Гренола. Это у нас производство специально для Чижика. Соответственно, там мы приобретали. 680 грамм и для Ашана каждый день. 720 мл. Первые стоили 89 рублей, вторые 69 рублей. То есть в Ашане несколько выгоднее. Одну банку я буду использовать на соус для пиццы. А вторая пойдет, ну по-моему, как соус. Опять же, но уже в запеканку, что с сардельками. Соус томатный ароматный кинто с базиликом. За 149 рублей приобретал в Ашане. И будет он использован. В прошлый раз я показывала вам соус с оливками. Отвариваем макароны, обжариваем, заливаем вот этим соусом. Просто замечательно. Если фарш добавить, будет еще лучше. Томатная паста семилукская трапеза. 64 рубля за 280 грамм. Она мне понадобится для супа, что с фрикадельками. Две упаковки кетчупа. Один из них миаре острый. Он приобретался в чижике. 350 грамм за 54 рубля. А второй пикадор с чесноком. Дикий и острый. Я так понимаю, это новая линеечка от Хайнс. Потому что вверху значится, что сделано Хайнс. Его мы брали в Ашане за 69 рублей. Интересно попробовать. Для пиццы маслины каждый день без косточек. 280 грамм за 90 рублей. Ну, в смысле, для пиццы они приобретались. Ну, а для салата, что с куриным филе, я взяла красную фасоль бандюэль. В Ашане я нашла по акции за 109 рублей. Вот такие интересные макароны в виде колокольчиков. Производство Ашаны. С твердых сортов пшеницы. 500 грамм стоили всего 45 рублей. Хочу как раз их использовать в рецепте с соусным томатным кинтом. Когда-то мы брали подобного плана макароны от Борилла. Было дело в Метро. По акции где-то раз в два они все-таки выходили дороже. Так вот, мужу очень понравилось. Он прям нахваливал. И мы решили взять и сравнить. Две пачки риса. Один из них щедрый год, длиннозернистый, пропаренный. 900 грамм это у нас чижик. Второй это уже рис для плова. 800 грамм производства, конечно же, Ашан. И тот и другой были по 89 рублей. Некоторое количество будет использовано для фрикаделек. Потому что фрикадельки у меня в супе как раз будут миксом из фарша и риса. Ну а все остальное, скорее всего, пойдет в качестве гарнира. Две каши быстров от Настле. Они по акции шли в Ашане за 22 или 23 рубля каждый пакетик. В общем, я решила взять дочки на завтрак. Одна из них клубника с молоком, а другая брусника с медом. Сухари панировочные. Щедрый год мы брали в чижике. 400 грамм, по-моему, 39 рублей. Но я могу ошибиться. Ну и взяла я их для печени. Чтобы печень перед обжаркой панировать. Опять же, щедрый год. Желатин пищевой 20 грамм. По-моему, он 17 рублей стоит. Опять, я цены точно не вспомню. Он мне понадобится для сливочного десерта. Ну и да, он однозначно выходит дешевле, чем тот, который сейчас продается в гипермаркетах. Например, тот же доктор Бейкер. И этот также не требует длительного замачивания. Чем он мне нравится. Беру не первый раз. Наконец-то я застала ванилин производства Ашан. Потому что обычно, когда прихожу, полки пустые. И обычно я всегда его брала, не считая. Но он тогда и стоил где-то рубль. Рубль 50. В этот раз он уже стоил почти 4 рубля. Поэтому в этот раз я посчитала и взяла ровно 10 штук. Также я взяла на всякий случай ванильный сахар от доктор Бейкерс и XXL. В чижике он стоил 29 рублей. Снова доктор Бейкерс. Дрожжи, быстродействующие. 14 рублей они стоили в чижике. Взяла для того, чтобы использовать в основу для пиццы. Также для пиццы мне понадобится майоран. Брала я его в Ашане. Это у нас производство трапеза. Стоил недорого, насколько я помню, до 20 рублей. Еще вот такое интересное приобретение в Ашане. Это копченая соль. Их производство с паприкой и смесью перцев. Крупная. Стоила она по акции 109 рублей. В общем, здесь такая история. Мы давно, наверное, лет 10 назад, возможно, я вам эту историю рассказывала, приобретали набор специй. Шли они в такой красивой деревянной подставке. И вот самое интересное, что нам там запомнилось и очень быстро разошлось, это была как раз копченая соль. И вот с тех пор, сколько нам не попадалось, ничего подобного не было. Это уж по мне, не знаю, какая вторая или третья попытка взять копченую соль. Но каждый раз вкус не тот. Надеюсь, в этот раз будет тот. Пробежимся по овощам и фруктам. 5 килограмм картофеля я взяла. Практически все овощи приобретались мной в павильоне. Грядка эта сеть у нас хорошо распространена в Воронеже. Стоил он, насколько я помню, 35 рублей. В основном пойдет для гарнира, но также будет одно блюдо. Кстати, тоже я его брала из книги немецкой кухни. Это горчичный картофель по-немецки. Рецепт максимально прост. Картофель чистится, отваривается. Делается соус из уксуса, оливкового масла и дижонской горчицы. Также туда добавляется зелень, петрушка и зеленый лук. Немножко настаивается. Ну а затем отваренный картофель нарезаем дольками и заливаем этим соусом. Можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. Немного морковки. И, насколько я помню, это на суп. Ну и так про запас. Вот такие томаты сливка. И, по-моему, цена была всего рублей 40 за килограмм. Мы взяли полтора килограмма в основном покушать, да. Ну и еще несколько штучек пригодится мне для пиццы. Та самая петрушка, которая пригодится мне для картофеля. Опять головок чеснока про запас. Цены не называю, не помню. Огурчики мы брали в чижике. 59 рублей килограмм. Но здесь поменьше, где-то рублей на 50 они потянули. И они мне понадобятся для салата. Что с курочкой и красной фасолью. Авокадо. Авокадо мы брали в Ашане. На вес он там идет. 369. Ну, фактически 370 рублей килограмм. Один потянул, как видите, на 113 рублей. И он мне понадобится для эклеров. Что с семгой. Ну и еще захотелось мне вот такой крупной, круглой сливы. Я вообще подобного плана люблю. Чтобы она была плотная, кисло-сладкая. Но, вы знаете, попадается всякое. Не знаю, что будет в этот раз. Помню, что стоила она 145 рублей в грядке. Соленые снеки. Две пачки чипсов Лейс. Рифленые сметаны и лук. Одни, что побольше, вот эти я приобретала в Чижике за 126 рублей. И также 126 рублей уже приобретались в Ашане детьми. Я просто этого момента не заметила, как они бросили в телегу. Так вот, здесь 170 грамм, а здесь 140. То есть, в Чижике выходит выгодней. 4 пачки сухариков каждый день. 2 томат и зелень. И 2 холодец с хреном. По 10 рублей. Вот такие соленые брецели с морской солью производства Брунчерс. У меня очень любит муж. И я их периодически приобретаю в Чижике за 39 рублей. Ну и за 23 рубля в Ашане взяла попробовать соленые крекеры Яшкину. Ну а теперь о сладеньком. Решили набрать мы вот таких вафельных трубочек. Когда-то прям очень у меня увлекалась ими семья. Но это было давно. Наверное, лет 7-8 назад. А потом мы очень длительное время их не брали. Тут вот что-то опять нам взбрело в голову. В общем, взяли 5 штук. Цена, диапазон от 22 до 25 рублей. Брали все в Ашане. Значит, 2 это преображенский кондитер. Одна трубочка идет с кремом сливочным. Вторая со сгущенным молоком. И 3 трубочки производства Ашан. Одна из них клубника со сливками. И 2 молоко сгущенное вареное. Вообще, конечно, самые вкусные трубочки. Это те, что готовили мы сами. Сейчас мне такая функция недоступна. Потому что плита индукционная. А вот когда была еще газовая и была специальная такая вафельница тяжелая. В общем, сколько мы с тех пор не приобретали таких покупных. Даже в пекарнях ничего подобного не было. Но я продолжаю дальше. Печенье постное, юбилейное. Постное не потому, что мы постимся. Просто такое попалось по акции. Оно ничем не уступает обычному по вкусовым качествам. И пойдет оно у меня как раз для творожного десерта в качестве основы. 69 рублей стоила каждая пачка. Одна, скорее всего, уйдет детям. Я, собственно, поэтому взяла про запас. А вторая пойдет как раз на десерт. 89 рублей. Это кукурузные хлопья Любятова. Их я брала в Чижике. Барния со вкусом банана и йогурта. Это себе дочка брала в Ашане за 99 рублей. Затем по акции в Ашане были вот такие продукты от Аленки. Красный Октябрь. Во-первых, вафельный торт глазированный с мягким сливочным вкусом. Стоила эта упаковка 125 рублей. И примерно столько же бисквитные пирожные. И снова Аленка. Это уже шоколадка молочная. Это себе в Ашане взяла дочь. Стоила она, насколько помню, 85 рублей. Для мужа в Чижике мы взяли конфеты Степ фабрики Славянка за 89 рублей. Ну и еще вот такие конфеты Копика. Кофейные. Часть пойдет мужу, потому что он любит подобное, когда идет в ночь. Они позволяют ему проснуться. Часть отсыплю себе. Мы до этого брали прям исключительно такие просто чистый кофе. И я как кофеман их просто обожаю, потому что это реально вкус натурального сладкого кофе. Но в этот раз решили взять со вкусом капучино. Это у нас производство Индонезии. Стоили данные конфеты по акции в Ашане 69 рублей. Так, остается у меня из продуктов хлеб. Так вот, в Ашане мы взяли два багета парижских. Идут они по 30 рублей. И я, честно, девчонки их не люблю. Потому что они просто моментально становятся деревянными. Вот сутки проходят. Если не съели, то все. Можно или размачивать, или выбрасывать. Кому угодно. Но повелись в этот раз. И схватили целых два. Один у меня, правда, уже увели. Поэтому в кадре только один. Они были прям горячие. Поэтому я, конечно, надеюсь, моя семья со вторым багетом также за сутки успеет справиться. Также в Ашане сын набрал себе поштучно 3 круассана и 4 пшеничные булочки. На завтрак, я думаю, замечательно. С тем же плавленым карамельным сыром. Но вот если с круассанами все более-менее, то то, что касается булочек, здесь такая же история, как с багетом. Вот если он не съест, то, скорее всего, они очень быстро, в течение суток высохнут. Причем вот сколько мы не пробовали подобной продукции, там, пекарня, окей, лента, линия, пятерочка, перекресток, у них такой проблемы нет. Чтобы продукт высыхал за сутки. В чем секрет Ашана в этом плане, я не знаю. Но из-за этой проблемы мы стараемся как можно реже у них брать хлеб. Два батона Славна из чижика по 39 рублей. Ну и для меня бородинский хлеб. Что это у нас? Не вижу производителя. Гастрономическая коллекция. Брала в Ашане за 55 рублей. Люблю бородинский хлеб с детства. О продуктовых покупках мы поговорили. Перейдем к непродуктовым. Перед вами салфетки Ама Мама. С клапаном 80 штук. Приобретала их в чижике, по-моему, за 74 рубля. Но максимум 79. Я уже брала подобные салфетки. И вы знаете, сочетание цена-качество оптимальное. Для школы считаю, что пойдет. Как раз, собственно, туда они у меня, к дочке, и отправятся завтра. Также для дочки в чижике за 90 рублей мы взяли вот такой мешок для обуви. Мама что-то забыла, да, что мы порвали прямо в конце года свой предыдущий. И вот хорошо сегодня в чижике вспомнила. Ну и еще одна довольно выгодная, на мой взгляд, покупка из чижика – это зонтик. Причем, девочки, посмотрите, идет он автомат. Я, правда, сняла чехол, потому что так и не смогла его нормально назад одеть. 299 рублей всего. И муж решил, что за такие деньги ему в машине подобный зонт пригодится. Ну а теперь, то, что касается Ашана, как-то резко у нас приказали долго жить 2 кабеля для зарядки. И им на замену, соответственно, 2 опять же мы взяли. Каждый из них стоил 100 рублей. Так, сыну я взяла одну пару носков от Омса за 100 рублей. Ну и немного констоваров. Во-первых, я взяла 3 разноцветные ручки от Эрих Краузы – красную, зеленую и черную. Все они были по 15 рублей. И также по 15 рублей обычные синие шариковые ручки от Биг. И, кстати, тоже было 3, но одна где-то затерялась. Надо поискать. И энное количество тетради. Вообще, насчет тетради хочу сказать, что в этом году Ашан меня порадовал. Потому что, ну, прям интересный был ассортимент представлен, отличающийся от других магазинов, в которых мы были. И мы, правда, уже взяли энное количество, поэтому я старалась себя сдерживать. А так вообще хотела взять гораздо больше. Ну, во-первых, взяли тетрадь для нот. Вспомнили про нее для сальфеджио сына в музыкальную школу. Вот такая серия тетрадей мне очень понравилась, посвященная шахматам. На каждой тетради идет высказывание того или иного шахматиста. 96 листов стоила она 90 рублей. Тетрадь идет в клетку. И могу показать вам еще другие варианты, которые были. Затем очень понравились вот такие тематические тетради. Точнее сказать, предметные. Хотя сын уже школу покинул. Я думала, что необходимости в них нет. Но все равно остаются те же самые предметы. Информатика, география. Собственно, как раз у него завтра география. И я решила, что тетради пригодятся. Тем более, ну не знаю, на мой взгляд, прям такие интересные. С веселыми надписями. Тетради эти были по 50 рублей. Вот мы взяли информатику, географию и еще физику. Вот такая тетрадь, скорее всего, достанется мне. Потому что именно я на нее запала. 70 рублей была цена. И она, видите, какая интересная. Она идет в точечку. Здесь можно что-то чертить, писать и так далее. Скорее всего, для моих каких-то записей. И еще вот такая была интересная серия. Здесь просто сын пришел в восторг. Он бы все скупил. Но, во-первых, они... Каждая стоила 110 рублей. А во-вторых, и так уже много их взяли. Поэтому я сказала, извини, давай ограничимся двумя. И он выбрал, во-первых, мыслю и существую. Эта тетрадь идет в линейку. Да, каждая из них 96 листов. А вторая досвидос. И она уже в клетку. Ну и под занавес данного видео мне хочется познакомить вас со своей новинкой. Просто с пылу с жару. Только что приехала, пока снимала видео. Привез курьер-самокат. Это жаровня. Заказывала я ее на Сбер Мега Маркет. Взамен своей старой. Моя старушка пока, конечно, еще скрипит. Но, скорее всего, на радостях я ее буквально завтра выкину. Была у меня подобная вещь от Гипфель. Удобна она тем, что, во-первых, работает как сковорода на моей индукционной плите. А потом ее можно отправить в духовку. То есть, допустим, какое-то мясо до готовности довести. Либо же запеканку сделать. Ножки куриные запечь на том же рисе или на капусте и так далее. В общем, незаменимая однозначная штука. И, значит, моя предыдущая служила 5 лет. Надеюсь, что это тоже прослужит достаточно долго. Мне пока все нравится. Отзывы хорошие. Приходит все, видите, с защитой. Чтобы ничего не поцарапалось. Крышка очень тяжелая. Также есть вот такие прорезиненные ручки. Но я так понимаю, что они в духовке будут ни к чему. Это если она стоит на плите. То есть, как такие прихватки можно использовать. Стоит на плите. Одели. Соответственно, если в духовку, то сняли. Теперь по поводу цены. Цена на сайте Сбер Мегамаркета или в приложении была 2880 рублей. Но нам прилетел такой замечательный купон. Собственно, в честь него и был сделан заказ. Если набираешь на 6000, 3000 скидка. Собственно, не проблема. Кое-что вы увидите в покупках косметики. Также ко мне должен был сегодня приехать. Но не знаю, почему не приехал БАТ. Инозитол. Я вам его как-то показывала. В общем, одну упаковку я пропила. И теперь будет вторая. Так вот, он везде стоит 1300. И благодаря этой акции я взяла его всего за 700. Что же касается данной жаровни, то она обошлась мне в 1500 рублей всего. Я, девчонки, максимально довольна. Надеюсь, что она будет хорошо работать. Ну и, собственно, сама коробка. Она перед вами. И на этом я говорю вам до свидания. До новых видео. И всем спасибо, кто был со мной.